Татьяна Сергеевна Семенова нам расскажет про исследование операционного материала при опухолях ободочной кишки в рамках первого российского мультицентрического протокола по исследованию сравнительному Д2 и Д3 десекции при этой локализации. Итак, протокол COLD. 15 января 2017 года началось многоцентровое рандомизированное исследование онкологических результатов выполнения Д3 лимфодесекции при раке ободочной кишки. В это исследование включены пациенты старше 18 лет с любой стадии Т, кроме Т4Б, любой стадии Н и любой стадии М при условии резектабельности отдаленных метастазов и не получившие предоперационную терапию. Методика хирургического лечения рака ободочной кишки в абдоминальном хирургическом отделении НИИ онкологии имени профессора Петрова базируется на принципе футлярности, а также на удалении достаточного количества лимфатических узлов, что имеет значение в снижении частоты местных рецидивов и увеличении общей выживаемости по результатам европейских и американских исследований. Это и является основным вопросом исследования COLD, сравнение результатов Д2 и Д3 лимфодесекции и определения общей выживаемости за время наблюдения. Помимо этого, есть еще ряд вопросов в большей степени клинических, ответы на которых будут получены при помощи статистического анализа данных, собранных за время наблюдения. А есть те вопросы, на которые ответить можем именно мы. Патоморфологическое исследование, как обычно, состоит из двух этапов – макроскопического и микроскопического. В таком порядке мы и пойдем. Опять же, нет утвержденных российских протоколов исследований, поэтому мы также используем рекомендации Американского колледжа патологов и другие. Начинается макроскопическое исследование с подготовки макропрепарата для последующей фиксации. И самым, пожалуй, важным параметром, который мы оцениваем на данном этапе – это качество выполнения. Комплит мезоколик экссижен. Качество оценки – это является оценка качества комплит мезоколик экссижен. Он отражает качество выполнения хирургического лечения. Есть три градации выполнения комплит мезоколик экссижен. Это хорошая мезоколитическая фасция. Гладкая могут быть дефекты не глубже 5 мм. Удовлетворительная возможная дефекта глубиной более 5 мм. И неудовлетворительная, когда дефекты достигают мускуляриз проприя. На кривых Каплана-Мейера как раз показана зависимость выживаемости общей от качества выполнения семьи. Мезоколитическая фасция является циркулярным краем резекции и окрашивается специальной краской, чтобы впоследствии измерить минимальное расстояние от опухоли до циркулярного края. Краска не растворяется при стандартной процедуре проводки и хорошо различима в гистологических препаратах. Это видно на иллюстрациях. Также производятся необходимые измерения на нефиксированном препарате. Просвет кишки вскрывается до опухоли, сама опухоль остается целостной, выполняются все измерения и затем макропрепарат подвергается фиксации. И для того, чтобы обеспечить хорошую фиксацию самой опухоли, через ее просвет рекомендуется проводить марлевую туронду, которая будет служить проводником для фиксирующего раствора. Также рекомендуем фиксировать макропрепарат до 48 часов. Несмотря на то, что это также ведет к увеличению срока исследования, но, как и желудок, хорошо фиксированный макропрепарат резицированной кишки гораздо удобнее вырезать. После фиксации область опухоли нарезается перпендикулярно стенке. Вот, пожалуйста, как раз показаны несколько пластин опухоли. И в работу берутся все пластины, где мы макроскопически можем оценить минимальное расстояние от опухоли до циркулярного края или до серозной оболочки. Затем формулируется патоморфологическое заключение, конечно же, включающий гистологический тип, степень дифференцировки, уровень инвазии, наличие интро- и экстрамуральной, то есть относительно мышечного слоя оценивается. Интроневральная и переневральная инвазия, сосудистая инвазия. Также оценивается внутриопухолевая лимфоидная инфильтрация. Эти предпоследние три пункта являются прогностическими факторами. И оценивается тюмор-бадинг. Раз уж он выделен жирным шрифтом, я остановлюсь на нем поподробнее. В 2016 году прошла согласительная конференция в Берни по поводу как раз тюмор-бадинга. Это явление определено следующим образом. Тюмор-бадинг – это отдельные опухолевые клетки или группы клеток количеством не более четырех, обнаруживаемые в инвазивном фронте опухоли. Тюмор-бадинг является частью опухолевого микроокружения, является маркером опухолевой прогрессии, ассоциирован с надальным метастазированием и отдаленным метастазированием. Учитывая значимость этого явления, вероятно, будет включен в стандартный репорт. Этого пока нет, но тем не менее имеет достаточно большое значение и в определении тактики лечения. Для того, чтобы включить в свое заключение тюмор-бадинг, нужно, наверное, все-таки понимать, как проводить это исследование. В инвазивном фронте нужно найти ходспот, то есть горячую область, где на увеличении 10 мы видим наибольшее количество этих опухолевых бадов или опухолевых почек, и затем на увеличении 20 ведется подсчет бадов и включается в репорт. Есть три степени, три грейда тюмор-бадинга – это 1, 2 и 3, соответственно, по количеству бадов. Низкий уровень – это до 4, промежуточный – от 5 до 9, высокий – 10 и более бадов. В протоколе COLD было уже исследовано 24 случая. В 16 из них тюмор-бадинг был на низком уровне, 7 случаев с промежуточным уровнем и один случай с бадингом высокой степени. Именно он и продемонстрирован на фотографии. И даже на этой фотографии не все опухолевые бады обведены… Рано переключила. В качестве заключения я хотела бы сказать, что такое подробное патоморфологическое исследование и на макроскопическом, и на микроскопическом этапе не является чем-то невозможным. И несмотря на то, что настолько подробно мы исследуем препараты ободочной кишки с опухолями в рамках исследования COLD, в принципе, можно таким образом вообще исследовать эти макропрепараты, так как очень многие параметры, которые исследуются в рамках этого протокола, имеют очень большое прогностическое и тактическое значение. В общем-то, я предлагаю всем давайте работать так. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ